Меня зовут Федор Овчинников, я не профессиональный спикер, я предприниматель из небольшого северного города в России. Город называется Сыктывкар. Как правило, люди с первого раза не могут произнести это название. И я сегодня хочу рассказать о четырех самых, с моей точки зрения, интересных, успешных маркетинговых кейсов в моей бизнес-практике. И я думаю, что они вам будут, должны быть интересны, потому что у меня небольшой бизнес, был сейчас относительно небольшой бизнес. И я думаю, те проблемы, те условия, с которыми я сталкивался, они знакомы многим. Это нехватка порой финансовых, людских ресурсов. И в этих ресурсах малому бизнесу нужно находить решения эффективные в маркетинге. Итак, могу сказать, что самые лучшие решения, которые принимались, они появлялись в ситуации безысходности, ограниченных ресурсов. И все началось в 2006 году. Первый мой кейс называется «Как привлечь покупателя на шестой этаж». Собственно, его можно назвать еще «Как стать персонажем бизнес-бестселлера» и «Как сделать бизнес с помощью открытости, полной, тотальной открытости». Считается, что открытость вредит бизнесу. Считается, что деньги любят тишину, но, опять же, я своим бизнес-опытом могу вам доказать, что это не так совершенно. Итак, в 2006 год я работаю обычным наемным менеджером в рекламном агентстве. И у меня есть мечта, как Мартин Лютеркин говорил, I had a dream. У меня была мечта открыть книжный магазин. Я ездил из Сыктывкара в Москву. Сыктывкар, видите, 1200 километров на север от Москвы находится. Это такой маленький северный городок, достаточно серый. Я ездил в Москву, и там процветали в то время книжные магазины шикарные. То есть там было комфортно, уютно. Всегда, когда приезжал, заходил туда и думал, почему в Сыктывкаре нет такого магазина. И ходил, как слониха беременная с этой идеей, вынашивал ее. В итоге решил, что либо я попробую, либо я не попробую никогда, и решил начать свой бизнес. Я пошел в банк, говорю, ребята, мне нужны деньги на бизнес. Мне, конечно же, все банки отказали, сказали, дружище, тебе нечего заложить, таких много ходят. Тогда я решил немножко обмануть банк. Я пришел и сказал, что мне нужны деньги на ремонт квартиры. Мне деньги же, конечно же, дали. У меня была неплохая зарплата. Я получил 400 тысяч рублей. Это порядка, наверное, 350 тысяч долларов. Ой, что-то я загнул. 15 тысяч долларов. И решил на эти деньги открыть книжный магазин, причем магазин непростой. Я хотел заниматься тем, что мне нравится. Я решил открыть магазин деловой литературы и интеллектуальной книги. Друзья, которым я это рассказывал, что я хочу открыть такой магазин, крутили пальцем у виска, говорили, что ты раздоришься сразу же, потому что в Сыктывкаре никто не читает. И сегодня, понимая, как я начинал, я, конечно, понимаю, что был полным идиотом. Сейчас я занимаюсь до сих пор предпринимательством, собственным бизнесом. Что я сделал? Во-первых, я нашел самое плохое помещение, которое можно было найти для розничной торговли. Это был новый торговый центр, это был шестой этаж торгового центра, был полностью пустой. Там было такое, знаете, аквариумы пластиковые, из пластиковых пакетов, и одиноко, значит, должен быть там находиться книжный магазин. Так вот, когда я, значит, сделал смету, я же, конечно же, смету составлял практически, то есть у меня не было точных данных, пока я деньги не получил. Так вот, когда я смету составил, мне оказалось, что на рекламу у меня оставалось 15 тысяч рублей. А в итоге, когда там получились непредвиденные расходы, которые я не закладывал, мне оказалось, что, да, минус, что денег на рекламу нет вообще. При этом я взял кредит, я подписал договор аренды и стал думать, мне нужен какой-то суперспособ, как завлечь вообще покупателей на шестой этаж, не имея денег на рекламу. Вообще, как их привлечь на шестой этаж? И что я придумал? Я решил сделать из своего бизнеса настоящее реальти-шоу. Причем подойти к этому бескомпромиссно. Значит, я решил завести дневник в интернете и сказать, написать там, ребята, смотрите, я решил открыть в Сыктывкаре книжный магазин, я сейчас буду вам все рассказывать, как там этот бизнес развивается, сколько денег я трачу, сколько зарабатываю. И расчет был следующий. Значит, расчет был в том, чтобы привлечь целевую аудиторию. То есть, опять же, кто мог заинтересоваться этой историей? Люди, которым интересен бизнес, достаточно интеллектуально развитые люди. И, собственно, магазин был нацелен именно на этих людей. Вот, это первая запись моего блога, самая-самая первая, с которой он начинается. Вот, я завел этот дневник и действительно стал все описывать там, как мы, значит, собирали мебель, что я закупал, сколько денег потратил. Причем я понимал, что нужно действовать радикально. Если я буду как-то поверхностно описывать, это внимание не привлечет. Поэтому я решил полностью оголиться перед своими читателями. Вот, мне говорили, что товарищ, тебя закроют, стукнут по голове. Вот, но, как ни странно, значит, никто по голове меня не стукнул. И кто-то советовал, кто-то искренне начинал болеть за магазин, за меня. Кто-то злорадствовал, говорил, когда же, ну, да, когда же он закроется, разорится. Но самое интересное, что 15 ноября 2006 года и те, кто злорадствовал, и те, кто помогал, пришли на открытие магазина и купили книжки. И магазин стал очень успешным. Это был самый успешный мой книжный проект. Я после этого развивал книжную сеть, большую, по всей республике Коми. Было 8 магазинов в 5 городах. С точки зрения выручки с квадратного метра, это был самый эффективный магазин. И более того, там была очень низкая аренда, это был 6 этаж. Люди приходили за книжками на 6 этаж. Вот, значит, магазин стал успешным, но я продолжал вести блог. Я его продолжаю вести и сейчас. У меня сегодня уже бизнес в сфере общественного питания, сеть пиццерий. Но я продолжаю также рассказывать открыто о своем бизнесе. И за все время ведения такого открытого бизнеса я получил от этого только плюсы. Я вам скажу, что сейчас, вот именно, наверное, 3 дня назад в блоге я опубликовал инвестиционное предложение о том, что мы, значит, по интересной схеме начинаем привлекать инвестиции от мелких частных инвесторов. Так вот, значит, в данный момент уже получено там порядка 70 запросов от людей, которым это интересно. И блог стал такой краудфандинговой площадкой. Он принес очень много для моего бизнеса. Так вот, я резюмирую, значит, по пунктам, что дал блог. Первое. Блог, открытость перед клиентами, перед читателем дала личное отношение моих клиентов к бизнесу. То есть они приходили не просто в магазин, они приходили в магазин, про который у них уже испытывали какие-то эмоции, им было, значит, какое-то личное отношение. Следующий момент, что за всю историю бизнеса очень часто мне блог помогал найти, значит, хороших поставщиков, получить какое-то более, больше внимания от поставщиков. Мы получили, допустим, отсрочки, сразу же получали отсрочки, те, значит, которые людям давали, допустим, после полугода работы, сразу же. Потому что поставщик читал блог, ему было интересно. То есть этот парень там позвонил, сказал, давайте я вас буду покупать книжки. Следующий момент, это привлечение сотрудников. У нас маленький город, и в России так все устроено, что Москва высасывает всех энергичных, талантливых людей, и региональным компаниям очень сложно искать хорошие кадры. Так вот, блог помогал мне, развивая компанию, искать интересных людей, как раз тем, которые читали, которые, значит, видели, что эта компания ставит большие цели. Безусловно, что блог помогал и внутри компании, потому что люди видели, что бизнес открыт. Знаете, когда я только открыл магазин книжный, девушка, которая до этого работала продавцом в рыбном магазине, она сказала, наша хозяйка не говорила выручку даже нам, а вы сумасшедший. То есть, ну, что я публикую в блоге эти цифры, она думала, какой-то фрик. Значит, следующий момент, это привлечение инвесторов. Опять же, благодаря блогу, я попал в книжку, благодаря книжке получилась большая аудитория, которая читает блог. В итоге, скажем, серьезные достаточно суммы, 10 миллионов рублей, вот в декабре 2012 года мы привлекли через блог. Вот, а еще один момент, это защита от коррупции. То есть, опять же, все люди говорили, что наоборот, открытость, значит, приведет к тебе каких-то там коррупционеров. Но нет, за все, опять же, историю ведения бизнеса, никто не обращался нам за взятками, потому что знали и видели, что этот бизнес ведется открыто. Кто хочет попасть на страницы блога? Вот, то есть, эта открытость, она была определенным щитом. Безусловно, мощнейшим фактором, плюсом от блога является личная мотивация. Когда ты публично заявляешь о своих целях, у тебя уже нету возможностей сдрейфить, расслабиться, потому что ты публично это сделал. Знаете, как Шарль Деголь бросил курить? Он бросил курить уже в возрасте, он курил всю жизнь. Он вышел к своему секретарю, собрал всех своих подчиненных, сказал, «Я завтра дня не курю». И все, и после этого он не курил, потому что он публично заявил о чем-то. И он, как человек слова, не мог это нарушить. Следующий момент – это тестирование идей. Я очень часто выбрасываю в блог какие-то идеи, над которыми думаю. Для чего? Во-первых, для того, чтобы получить обратную связь. Люди критикуют, много скептиков. И блог является определенным холодным душем, потому что предприниматель, часто я по себе сужу, загорается идея, и нужно какое-то остыть, рационально эту идею осмыслить. И блог помогал осмыслить эту идею. И важнейший, конечно, момент – это обратная связь от клиентов. То есть это критика прямая, мнение. То есть сегодня, развивая бизнес в сфере общественного питания, мне клиенты пишут о каких-то минусах сервиса, о продукции. Я получаю информацию с первых рук, и это очень важно. Поэтому я хочу сказать, что блог и открытость действительно сделали мой бизнес. И в конце этого кейса я скажу, как я попал в книжку. Собственно, как я стал персонажем книжки. У меня такая интересная роль – я персонаж книжки. Причем в книжке написана полная правда. Макс Котин, журналист, решил написать книгу о малом бизнесе. И о новой некой волне предпринимателей. То есть он выделил три волны предпринимателей. Первая – это приватизаторы, те, кто получил собственность государственную. Вторая волна – это авантюристы. Это Чичваркин, люди, которые создали бизнес на гиперспросе. Когда до этого не было чего-то, дефицит был, они пришли и сделали бизнес на спросе. И третья волна – это люди, кто пришли уже потом, когда, казалось бы, уже какие-то основные лакомые кусочки поделены. Это как раз Макс их называет некие ботаники. То есть люди, которые начитались книжек маркетинговых и пришли делать бизнес по книжкам. И он стал искать материал и нашел блог, где очень подробно описывается история малого бизнеса. И так как о малом бизнесе мало подробных источников, он решил как раз написать эту книжку. И у нас с ним была такая сделка, что я ему даю полную открытость. Он общается со всеми там, с конкурентами, врагами, с сотрудниками, уволенными. Пишет, что хочет, а я при этом делаю эту историю. Он делает эту историю, пишет о ней книжку. Ну, получилась такая схема вин-вин. Безусловно, что мой бизнес получил от этого тоже очень много. Следующий маленький кейс, интересный, значит, назвал его так. Как заставить офис покупать товары на складе. Значит, суть в том, что эта история описывается в книжке, кстати. До кризиса мы купили склад в кредит. Значит, огромный склад, значит, для того, чтобы там сделать распределительный центр для канцелярских товаров и книг. У нас уже была книжно-канцелярская сеть большая. Так вот, наступил кризис, продажи стали падать. Значит, у нас там начались проблемы с выплатой кредитов. Вот, значит, мы все-таки запустили склад, решили сделать из него кэш-н-кэрри. То есть это магазин-склад, где люди могут приезжать и при отсутствии сервиса, каких-то удобств, покупать по оптовым ценам. Значит, и канцелярские товары имеют выраженную сезонность. То есть самый пик продаж это август, июнь-август, июль-июнь-август, когда люди закупаются к школе, к университету. Так вот, в августе мы смогли затащить туда покупателей на склад розничных. И вот наступило 1 сентября, и продажи стали стремительно падать. И, значит, нам нужно было что-то делать, потому что мы понимали, что если мы сейчас не сможем качать этот склад, у нас просто не будет денег, чтобы платить кредит, и у нас будет дефолт. Вот, и задача была, как привлечь именно офисы, привыкли к тому, что это корпоративные продажи, офисы привыкли, что им канцелярские товары доставляют, поднимают. Они привыкли к полному сервису, что их там целуют, облизывают. А как их привлечь на склад? Вот, значит, рынок причем был поделен, нам нужно было тоже придумать какое-то суперэффективное решение. И мы решили сделать, значит, товаром-маячком офисную бумагу. Значит, офисная бумага в долях закупок канцтоваров составляет порядка 40-50%. При этом, значит, цена на бумагу, она была достаточно высокая в рознице, то есть это был товар, на котором все поставщики канцтоваров зарабатывали. Наша идея была следующая, продавать эту бумагу практически в ноль, с учетом логистики это было даже, наверное, в минус, затащить за этой бумагой офисы на склад, и чтобы они с сопутствующими товарами покупали канцтовары, на которых достаточно высокая наценка оптовая. То есть вот бумага, доля в закупках 30-40%, наценка 0%, и 60-70% это остальные канцтовары, а так как канцтовары, товар в большей части недорогой, мелкий, то там достаточно высокие наценки на опте. Вот, при этом мы решили сказать, что да, мы даем низкую цену в ноль на бумагу, но никакого сервиса, значит, и доля закупок бумаги должна быть не менее, не более 50%. Мы это отслеживали с помощью системы карточек, для того, чтобы просто у нас не стали скупать бумагу оптовики. Вот, и это сработало, то есть у нас получилось отобрать часть рынка у конкурентов, которые на нем работали до этого годами, даже десятилетиями. Вот, все кончилось тем даже, что к нам заслали милицию, которые нам задали вопрос, почему вы так дешево продаете бумагу. Фишка еще была в том, что мы даже не вкладывали денег в эту бумагу. Мы договорились с поставщиком бумаги об отсрочке две недели. Мы покупали фуру бумаги, огромную фуру, значит, 20-тонную. За две недели она продавалась. Мы возвращали деньги поставщику, и этот паровоз тянул за собой более маржинальные канцелярские товары. Потом мы добавили к ним сувенирку, чтобы закупались маленькие магазинчики. розничные. И, значит, у нас заработал кэшн-кэрри даже не в сезон, когда канцелярский сезон уже закончился. Вот, значит, третий кейс. Как за один год стать лидером локального рынка и запустить франчайзинг. Это кейс, значит, уже про общественное питание. Мой, скажем так, книжный бизнес закончился тем, что я из него вышел практически без денег. Это описывается в книжке. Значит, вот я попал в книгу, и фактически после выхода из бизнеса я имел ноль рублей. То есть фактически я вернул там 400 тысяч рублей. Это те деньги, с которыми я тут заходил. По меркам старта бизнеса это были просто копейки. Но имел при этом опыт, самое главное. То есть можно не иметь денег, но если есть опыт, это с моей точки зрения, это важнее. Деньги можно всегда найти. Я имел публичность и блог свой. Тоже достаточно мощный капитал, я сегодня понимаю. Вот, и, значит, я стал думать о бизнесе, о новом бизнесе. И мне нужна была какая-то большая идея, которая меня будет зажигать, бизнес, который будет расти. И в итоге поиск бизнес-идея пришел к общественному питанию. У меня была достаточно оригинальная идея, связанная с тем, что с развитием бизнеса на стыке общепита и IT. Я подробно сейчас не буду рассказывать, но суть в том, что блог тоже должен был стать одним из каналов. Задача заключалась в следующем. Я, опять же, в блоге сказал, ребята, я начинаю бизнес, вот моя идея. И если все будет отлично, значит, я запущу франчайзинг. То есть вот если моя модель сработает, могла модель не сработать, могла сработать. Я тоже начал описывать все это пошагово. Но так получилось, что модель сработала, мы добились успеха на локальном рынке. И сегодня, значит, у нас работают четыре, тут данные на самом деле неверные. У нас сейчас это старая, из старого презентации данные. У нас сейчас две собственные пиццерии и шесть пиццерий по франчайзингу. Вот, как раз, опять же, как мы смогли построить франчайзинговую сеть? Я описывал в блоге все развитие бизнеса. Сначала формировалась какая-то аудитория, которой это было интересно, люди, интересующиеся бизнесом. И из этой аудитории, собственно, и получились франчайзи. Мы активно франшизу не продавали. Вот, причем у нас франшиза работает в городах-миллионниках сегодня. Так вот, как я стартовал этот бизнес? Я ничего не понимал в общепите, совершенно. То есть на кухне я умел делать только яичницу. И я решил, я перечитал много книжек перед этим, статей по фастфуду. Я решил заняться именно массовым общественным питанием. Я поехал в Санкт-Петербург, устроился на месяц в различные рестораны быстрого питания на линейной позиции. Значит, и месяц мыл пол, значит, тесто делал, картошку чистил. Для того, чтобы изнутри посмотреть все процессы, понять, прочувствовать этот бизнес, его механику. И все это описывал, опять же, в блоге. Вот. Сегодня, опять же, анализируя наш успех на локальном рынке, а мы добились достаточно серьезного успеха, у нас в Сыктывкаре, у нас город 200 тысяч населения, значит, 200 с небольшим тысяч населения. У нас оборот сегодня пиццерии 6,5 миллионов рублей. То есть в долларах, ну, получится там сколько? Ну, больше 200 тысяч долларов. Вот. Это достаточно хорошие показатели. Так вот, за счет чего мы добились, опять же, анализируя сегодня нашу деятельность. С точки зрения маркетинга, я считаю, что это два главных фактора. Первое. С самого начала работы мы ввели принцип 60 минут или пицца бесплатно. Наша модель строится, в первую очередь, на доставке. То есть у нас порядка 60% продаж составляет доставка. Что нам это дало? Во-первых, мы расшилили рынок. Потому что раньше люди в Сыктывкаре не могли прогнозировать, они могли сделать заказ, получить его через 2 часа, могли через 40 минут. Мы выстроили бизнес так, что все бизнес-процессы построены по тому, чтобы выполнить эту гарантию. И люди сегодня, они знают, что мы стабильно доставляем за 60 минут, за 40-30 минут, но не более 60. Еще важный момент, что мы фактически отдали контроль качества процессов на аутсорсинг клиентам. То есть мы не платим фирмам, которые тайные покупатели засылают и проверяют, за сколько мы доставили. А мы отдали тем контролировать наши качества сервисов и процессов, кто в этом наиболее заинтересован клиентам. Потому что клиенты все знают, что мы доставляем за 60 минут или бесплатно. Это говорят наши операторы, это написано везде в нашей рекламе. И ни один клиент не допустит того, чтобы хоть кто-то на минуту опоздал. Так вот, все вот этот принцип, он в принципе очень сильно повлиял на бизнес, потому что фактически все наши процессы от раскатки теста до приема звонка нацелены на то, чтобы доставить как можно быстрее. А тут все еще коррелируется с качеством, потому что пицца, чем быстрее ты ее доставишь, тем она вкуснее. Ведь первое, во-первых, она будет горячая, свежая, она из печки. Следующий момент, что на восприятие еды влияет психология людей, то есть настроение. Иной раз человек придет, скажет, у вас великолепная пицца. Если он просидит 20 минут, и он уже будет плохо настроен в ресторане, то ему и продукт он по-другому воспримет, это доказано. Ну и, конечно же, вирусная реклама. То есть это вызвало шок на рынке, люди не верили, что такое может быть. Потом, когда они действительно им отдавали бесплатно, они говорили, да как так, такого не может быть. Они рассказывали своим друзьям, что это такое, писали в интернете, что мы думали, что это все там под звездочкой, у вас 10 правил, вы не даете бесплатно. У нас нет звездочек. 60 минут или бесплатно, все, точка. Вот. Следующий момент, значит, это открытость. Это, в принципе, ядро нашего бизнеса. И для общепита это тоже, я думаю, что было мощным двигателем. Значит, что дала открытость? Во-первых, мы были всегда открыты в социальных сетях. Постоянно слушали клиентов, отвечали на запросы. Значит, проводили по любому запросу экскурсии на кухню. Вот. Сразу же мы для себя, что это открытость, как влияет на бизнес-процессы? Мы сказали, что, ребята, у нас не будет двойных стандартов. Если мы открыты, мы не можем просто, у нас, мы не можем говорить одно, делать другое. Поэтому, опять же, весь бизнес так построен. Если мы говорим, что чисто, значит, чисто. Если мы говорим, что люди работают с медицинскими книжками, значит, они работают с медицинскими книжками и точка. Потому что я работал, когда я начал работать в общепите, я был в шоке. В транснациональных сетях то, что происходит на кухне, там волосы встают дыбом. Я после этого, мне было страшно есть в общепите, в принципе. Вот. Там много всяких ужасов. Значит, и что мы еще сделали? Из таких интересных, радикальных решений мы повесили веб-камеру на кухне. Мы вывезли ее на наш сайт и сказали, ребята, смотрите, мы ничего от вас не скрываем. Вы можете заказать пиццу и смотреть, как она делается. Вы можете смотреть за каждым движением пиццемейкера. Я попрошу сейчас камеру включить. Вот мы посмотрим, что сейчас в онлайне у нас происходит на кухне в Сыктывкаре. Вот. Ну вот видите, сейчас пиццемейкеры наши в поте лица делают пиццу. У нас сейчас как раз пятница, вечер, самый пик. Вот. У нас многие клиенты очень любят смотреть, заказать. Вот. Говорят, что можно смотреть на две вещи, как течет вода и работают люди. Вот. Значит, вы можете тоже зайти на мой сайт и посмотреть. У нас смотрят конкуренты, часто говорят, что-то продажи упали, надо посмотреть, как там в туда пиццу пиццу делают. Вот. Значит, но опять же вы скажете, а есть ли минусы? Плюсов от этого гораздо больше, чем минусов. Просто нужно было сломать некий психологический страх и сделать этот шаг. Вот. Можно камеру сделать маленькой. Спасибо. Собственно, я считаю, что это основные решения, которые привели к успеху на локальном рынке. Вот. И расскажу о последнем четвертом кейсе. Тоже я думаю, что он будет интересен. Он произошел совсем недавно, я его прям буквально сегодня добавил, значит, в презентацию, под впечатлением презентации Михаила. Вот, значит, кейс следующий, значит, месяц назад, даже меньше месяца назад, 25 марта, у нас открылся Макдональдс в Сыктывкаре. Так вот, Макдональдс, когда приходит в маленький город, он сметает все, то есть там забиваются, значит, все забывают про других рестораны и идут в Макдональдс. Потому что это событие, вот, выстраиваются огромные очереди. Вот. И нам нужно было как-то ответить. Как вот сделать так, чтобы говорили не только о Макдональдсе, но еще и о Додо-пицце. Вот, значит, вот, кстати, наш ресторан, вход в наш ресторан, здесь вот наш продукт нарисован, Додстер, это наш такой фирменный продукт, мы ему придумали, значит, уникальное название, вот, его уже там очень хорошо знают на рынке Сыктывкара. Вот. Это, значит, вход в нашу главную пиццерию, значит, она находится в Цоколе. Вот, значит, это открытие Макдональдса в Сыктывкаре, значит, что мы, какую-то стратегию мы избрали. Во-первых, мы еще задолго до открытия Макдональдса стали говорить и запускать в соцсетях много обсуждений, дискуссий о том, что, блин, а что случится с Додо-пиццей, она разорится, ребята, там откроется Макдональдс. И мы провоцировали такую волну злорадства, что вот сейчас, потому что мы достаточно популярный у нас ресторан, постоянно там ситуация, что нету свободных мест, и, значит, мы запустили как раз такую волну злорадства, потому что что произойдет с Додо-пиццей, когда откроется Макдональдс. Вот. Стали об этом все говорить, значит, для чего это было сделано? Для того, чтобы, причем некоторые говорили, ребята, а что вы волнуетесь так сильно? У вас же пи***е, они продают бургеры, у вас совершенно другой формат. Но нам было выгодно, чтобы люди нас сравнивали, чтобы когда пришел Макдональдс, значит, было на рынке два игрока, Макдональдс и Додо-пицца. Вот. Но надо же понимать, что в Сыктывке есть еще игроки. Вот. И мы вполне были бы готовы быть вторыми в сознании людей, что, там, если пришел в Макдональдс, и там мест много, мест мало, или нет вообще свободных мест, шли в Додо-пиццу. Так вот, что мы сделали еще? Значит, 25 марта ночью мы рядом с Макдональдсом арендовали, значит, место рекламное и повесили вот такой баннер. Значит, это наш Додстер, такой, значит, злой, типа образ Бендера из Футурамы. Ну, это бургер. Вот, значит, когда рекламу повесили, баннер, мне позвонил директор компании, которая щиты сдает, и сказал Федору, надо снимать. Они подадут на нас в суд. Значит, мы полдня бились там, я говорил, да, ребята, тут даже, это же, они говорят, да, тут нет намека, тут этот. Они говорят, нет, ваш баннер провоцирует агрессию. Я говорю, да как так, это же мультичные герои, какая агрессия, а вы Том и Джерри смотрели? Вот, но в итоге переговоры с юристом, значит, и баннер оставили. Значит, баннер вызвал в городе, значит, вот он висит в городе, действительно, он вызвал большое внимание. Представьте, что на открытии Макдональдса собралась толпа, и все видели этот баннер, все ржали. Значит, вот, видите, это наш баннер, а он там вот в шарике, это Макдональдс. Вот, и, значит, все фотографировались в соцсетях, выкладывали, значит, вызвал, безусловно, он реакцию неоднозначную, кто-то говорил, что это слишком агрессивно. Кстати, тут важно было не перегнуть палку, потому что я отвергну на штук пять вариантов этого баннера, где бургер был нарисован, но уж слишком унижительно, да, то есть там действительно бы вызвало обратную реакцию. Вот, значит, ну вот опрос из нашей группы в соцсети, понятно, что это совершенно не такое там глубокое исследование, но все же, да, то есть вот 36-37% говорят, что этот баннер вызывает смех и улыбку, значит, агрессию 9%, ну понятно еще, что в этих голосованиях много троллинга, да, то есть люди там, ну, нарушают мои этические нормы, тоже немножко с юмором сделаны, значит, вот, ну, то есть можно сказать, что большинство людей восприняло баннер адекватно, с улыбкой, значит, стали в группу постить народное творчество такое, вот, значит, но немножко нецензурное, вот, значит, еще одна фишка, которую мы сделали, значит, перед открытием Макдональдса, а у нас группа в социальной сети очень большая, то есть более 10 тысяч человек для 200-тысячного города, это огромная группа, то есть у нас состоит там, наверное, процентов, может, 60 пользователей ВКонтакте. Так вот, мы заявили в этой группе о том, что, ребята, мы сошли с ума, но мы вам говорим следующее, а мы находимся с Макдональдсом в 300 метрах, мы говорим следующее, ребята, откроется Макдональдс, там не будет мест, приходите с продукцией Макдональдса к нам, значит, берите пакеты, приходите к нам, нам не жалко, то есть мы вас так любим, что, значит, да, то есть как бы мы вам предоставляем площадь. Значит, что произошло? Ну, во-первых, это, опять же, вызвало реакцию, удивление, шок, вот, мы там стали создавать различные провокационные опросы, что, типа, что это значит, там, Додо Пицца сошла с ума, там, это хитрый пиар-ход и так далее, но, опять же, люди стали об этом говорить. И самое интересное, что у нас выручка не упала, а выручка выросла от того, что Макдональдс тянул со всего города аудиторию, значит, мы находимся рядом, мы альтернатива, и, опять же, задача была следующая, чтобы вот это большое, значимое пиар-событие, как открытие Макдональдса, где-то там еще были мы в сознании потребителя, потому что понятно, что Макдональдс работает в таком формате, что обслуживает огромную разношерстную аудиторию, и мы от этой аудитории можем, безусловно, откусить часть аудитории, а нам не нужно столько, сколько Макдональдс в аудитории, потому что у нас другой формат. Вот. Собственно, у меня все, 4 кейса, спасибо за внимание, готов ответить на вопросы. Я чувствую себя каким-то конкистадором в джунглях, который идет вперед, потому что впереди Эльдорадо. Я в свое время прочитала книгу Федора, и я вот просто от себя лично сейчас, не знаю, может быть, вы ко мне присоединитесь, хочу сказать ему огромное спасибо, потому что самое главное, что ты получаешь в конечном итоге, и то, что я почувствовала еще раз сейчас, выслушав Федора уже вживую, это понимание того, что Эльдорадо существует, и к нему можно и нужно идти, и что самое главное, все может получиться. Вот это самое главное. Спасибо огромное. Федор, спасибо вам огромное. Одну минуту еще скажу. То, что я начал бизнес и делаю бизнес в небольшом городе. Мы уже фактически сделали федеральную сеть, у нас большие амбициозные планы, выходы на зарубежные рынки когда-нибудь. У нас получилось привлечь инвесторов, получилось найти франчайзи. И несмотря на то, что мы из маленького города, до кого-то я хочу сказать, у вас небольшая страна, это тоже ничего не означает. Значит, можно создавать бизнес, который выйдет за рамки Молдовы, и все зависит от ума, энергии и целеустремленности. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok